Наши ладони, казалось бы, такие простые и понятные, и в то же время в них скрыт огромный потенциал, который корейские ученые открыли и названием необычным наделили. Суджок. А вы о таком слышали? Суджок терапия? Знаете, в первый раз слышу. Не знаю, может быть добавка какая-то. Ну, может спортивные танцы какие-нибудь новые, больше ничего предположить не могу. Суджок, не знаю, игра какая-нибудь. Версии оригинальные, но все мимо. Суджок – метод, который основан на воздействии на биологически активные точки. В переводе с корейского «су» – кисть, джок – стопа. Терапия была разработана южнокорейским профессором Пак Джеву в 80-х годах 20 века. Дошла восточная терапия и до Красноярской земли. Вот если мы представим человека в обычном виде, у которого есть туловище, состоящее из центральной части, и разделённое на грудную клетку, на живот. А также мы знаем, что у нас на теле имеется голова, две руки и две ноги. Но человеческое тело выглядит вот примерно таким образом, если вот схематически мы его опять же разделим. Лёгким движением руки – ладонь человека, мини-копия всего организма. Пользуясь такой схемой, можно без труда понять, на какие точки нужно воздействовать, чтобы себе помочь. Насколько просто всё устроено? Очень простой, доступный, эффективный и безопасный метод лечения, который простые люди могут освоить для самостоятельной помощи, для помощи своим близким, и даже доктора его приняли для своего использования в практике. Что ж, давайте тоже практиковаться. Для простоты понимания вооружаемся фломастерами на водной основе и, не жалея рук, переносим портрет на внутреннюю сторону кисти. Вот здесь у нас находится нос, глаза, рот, уши. И если у нас в теле происходят какие-либо изменения, связанные с болезнями на голове, на шее, на грудной клетке или в ней, то мы можем найти эти области, эти части и сделать диагностику, а также провести терапию либо точечным воздействием с помощью каких-то приспособлений. А приспособлений предостаточно. Как только ручки стали разноцветными, хватаемся за инструменты. Чего тут только нет. Диагностические палочки или щупы, массажные шарики, магнитики, различные семена, пластыри, нагревательные элементы и даже подручные средства. Вот я даже взял тот же фломастер, которым мы рисовали, и попробуем, нажимая с равномерной силой, вот так прокрутить по пальчику, найти области, где больше всего чувствуется. Значит, это будет как раз верхний шейный отдел, чуть больше нижний. Значит, о чем говорит? Это не говорит о том, что позвонки больны, но говорит о том, что в них есть напряжение, в них есть какие-то изменения. Сидишь весь день, пишешь сюжет напряжения в позвонках, накапливается. Как только обнаружили болезненные места, начинаем их массажировать. Можно путем надавливания пальцем, можно при помощи металлического щупа, а можно и вовсе прикрепить семечко. Это и пшеничные, это и зелененькие фасольки маш, горох, это и красная фасолька, белая. Выбираем на вкус и цвет и прикладываем при помощи пластыря к болезненной точке. Так можно проходить как в течение нескольких часов, так и оставить на ночь. На этом корейские хитрости не заканчиваются. В суджок терапии используются микромоксы, вот это что-то такое, маленькие. И когда мы возьмем область того же, допустим, носа, который заболел, или области горла, можем устанавливать в эту область вот такую маленькую микромоксу. Ой, встала микромоксу. Да, мы ее поджигаем, и она начинает тлить. У меня палец курит. Путем тления тепло микромоксы доходит до точки и начинает прогревать ее, что приводит, скажем, к излечению от насморка. Главное – не переусердствовать. Ладонь не имеет жизненно важных точек, которые могут нам навредить. Иными словами, противопоказаний у суджок терапии нет. Единственное, избегать процедуру следует, если на руках и ногах есть раны. А в остальном можно смело массажировать, прогревать, надавливать, разминать ладошки по всем правилам, а точнее по всем точкам. И хорошее самочувствие не заставит себя ждать.